При монтаже натяжного потолка не забываем делать очень важный момент, когда вы хотите сделать и было принято одно единственное правильное решение. И смотрите, так как мы объединили балкон и кухню, берите на вооружение, может быть на своих объектах вы у себя так сделаете. Всем привет, сегодня на жилой комплекс Датский квартал. Закончили работы по дизайн проекта от Petration Stroy. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Заходим в квартиру и попадаем в коридор. По левую сторону у нас зеркало. Чем оно интересно? Есть подсветка с левой и с правой стороны. И подвесная тумба, куда можно положить часы, ключи, телефон. Вот так это выглядит. Очень практично и удобно. И при этом она небольших размеров, то есть вы ее не будете задевать и она вам абсолютно не мешается. По правую сторону у нас встроенный шкаф и место, где можно сесть и одеть или снять обувь. Все очень мягко, комфортно. И тоже, смотрите, есть небольшая подсветка. Вот без нее смотрится не очень, а вот подсветка придает определенный шарм данному месту. Слева у нас спрятаны все инженерные коммуникации. Это у нас здесь электрический щиток силовой и слаботочный. Также здесь можно повесить верхнюю одежду. И вверху у нас, посмотрите, еще есть полки, где можно спрятать очень много ценных вещей. Все это закрывается и открывается при нажатии. Далее у нас по левую сторону санузел. У нас их вообще должно быть два, но сейчас вам чуть позже покажу, что мы сделали со вторым. Заходим в санузел. И по левую сторону у нас раковина, она накладная, тоже на подвесной тумбе. Здесь у нас будет зеркало, оно приедет чуть-чуть попозже. Два интересных точечных светильника, которые спускаются с потолка и дают приятный приглушенный свет. Здесь у нас люк для доступа к инженерным коммуникациям. Здесь у нас стояк канализации есть. И это все спрячется в мебель чуть позже. По правую сторону у нас душевая кабина. Вот трап он, посмотрите, как он сделан. Это у нас плитка, вырезается из того же керамогранита, что уложен у вас в пол и вклеивается уже в элемент трапа. Смотрится достаточно стильно, то есть есть два варианта трапов. Такой, который вы видите перед собой и есть еще хромированная решетка. Вот этот смотрится более интересно, поэтому этот вариант более предпочтителен. Стоит система инсталляции, электрический полотенцесушитель. Опять же, возвращаясь, какой полотенцесушитель выбрать, однозначно убирайте электрический, потому что он максимально надежный, прослужит вам 10-15 лет и никогда не потечет. Вот за этим люком у нас все инженерные коммуникации. Здесь у нас водоснабжение, это коллектор на холодную и горячую воду, система защиты от протечек, фильтра тонкой очистки, редуктора давления и фильтра тонкой очистки, магистральные фильтра. Все это открывается и закрывается при помощи нажатия. Все, люк закрылся. По плитке сделана комбинация белого и серого керамогранита. Эти цвета достаточно хорошо сочетаются друг с другом, поэтому смежно можно использовать в своем интерьере. Также у нас сделана здесь небольшая подсветка, все, когда моетесь, можно выключить основной свет и использовать только ее. На потолке у нас натяжной потолок и сделана система теневого профиля, то есть потолок как будто парит. Это смотрится достаточно дорого, относительно нового решения, то есть где-то уже в течение года мы используем его на своих объектах, взамен резинового штапика, который обычно забивали по всему периметру натяжного потолка. Проходим далее и попадаем на кухню. И здесь кухня была очень маленькая и было принято одно единственное правильное решение объединить балкон и кухню. Вот здесь у нас была стена, мы ее полностью демонтировали, на полу уложили керамогранит, смонтировали теплый пол и керамогранит у нас идет одним единым контуром до самого коридора. Вот эту стену мы выделили при помощи гипсовых панелей. Очень хорошо, что деревянные рейки уже уходят в прошлое и сейчас на смену им приходят вот такие вот декоративные панели из гипса. Вариативность их максимально высокая, то есть абсолютно любой рисунок, полоски, квадратики, узоры, все что хотите. То есть сейчас очень большой выбор. И смотрите, так как мы объединили балкон и кухню, отопительный прибор переехал вот в это место. Он у нас вертикальный трубчатый радиатор. Он прекрасно сочетается с гипсовыми панелями, здесь ровные линии и тоже здесь, посмотрите, все это смотрится в едином стиле. После объединения у нас уже достаточно большая кухня, где мы можем поставить обеденный стол и за ним комфортно сядут 5-6 человек. Вот здесь вот мы смонтировали кондиционер, как раз чтобы он не долг на людей, которые будут здесь сидеть, либо которые будут готовить. Уже смонтировали кухню, она у нас под самый потолок, под кухню мы делали короб из гипсокартона и кухня максимально близко подошла к нему. И также вот видите, здесь теневой профиль натяжного потолка. По освещению у нас здесь все просто, есть точечные светильники, встроенный трек, а также люстра. И еще из подсветки у нас есть подсветка рабочей зоны у кухни. Фартук решили сделать под столешницу, то есть она из такого же материала, как и столешница. Также заметьте, что нет никакого плинтуса. Он сейчас уже считается лишним и чтобы не было никакого нагромождения, просто делайте вот такую вот стыковку и по необходимости проходите специальным герметиком. Проходим далее по коридору и помните, я вам говорил про санузел, их у нас здесь два штуки, то есть ванная комната и гостевой санузел. И если у вас так же и он у вас является немножко лишним, то можно сделать из него гардеробную, как это сделали мы. Вот посмотрите, из гостевого санузла какая получается гардеробная. Очень много полок и вешалок. Здесь вот можно повесить рубашки, здесь выложить вещи, а здесь уже вешалка для верхней одежды. И плюс еще можно положить вот эти полки чемоданы. Очень много места, можно спрятать все вещи на семью из трех-четырех человек. Далее мы с вами проходим в детскую комнату. Смотрите, здесь у нас комбинация черных дверей и белых. Смотрится достаточно интересно и у вас есть какое-то разнообразие в вашем интерьере. Итак, детская комната. По отделке у нас на полу ламинат, плентуса, стены под покраску, натяжной потолок тоже с теневым профилем, люстра по центру и есть несколько точных светильников. Это сделано для того, чтобы не включать основной свет, а включить точные светильники и было легкое освещение. Установлен кондиционер, кровать будет здесь и чтобы не дуло на ребенка, установили его вот в этом месте. Проходим дальше и попадаем в спальню. Спальня получилась интересной и необычной. Вот по правую сторону у нас будет встроенный шкаф. На потолке мы смонтировали короб и гипсокартон, так же как и на кухне. И потолок у нас подходит в один уровень с этим коробом. Здесь у нас сделана техническая покраска. Один слой выдумывающей краски для того, чтобы эта стена не пылила. Здесь уже полноценная покраска в два слоя. И вот посмотрите, кровать. По левую и правую сторону будет стоять прикроватная тумбочка. Вот выведены розетки, дополнительное освещение. И вот эти вот участки сделаны зеркальные. И слева и справа у нас сделана подсветка. То есть вечером, когда солнце уже садится, вы включаете только эту подсветку. И смотрится просто пушка. Очень интересное решение, поэтому берите на вооружение. Может быть на своих объектах вы у себя так сделаете. Но смотрится действительно круто. С левой стороны то же самое. Только здесь у нас два светильника, а здесь у нас один. При монтаже натяжного потолка не забываем делать вентиляционные решетки. Это сделано для того, чтобы когда вы открываете окно, у вас не всасывало натяжной потолок. Так частенько бывает, если у вас контур сделан герметично. Поэтому перестраховывайтесь, делайте вентиляционную решетку. И никаких проблем с потолком у вас не будет. По отделке у нас стены под покраску, плинтус. На полу у нас ламинат. Потолок натяжной с точными светильниками. Здесь от люстра отказались, потому что в целом она не нужна. Достаточно этого освещения. Очень важный момент, когда вы хотите сделать частовое покрытие пола одним ковром в нескольких помещениях. А у нас здесь, смотрите, балкон объединенный с кухней. Коридор. Вторая часть коридора. И входная зона. И здесь у нас все сделано единым контуром из керамогранита размером 60 на 60. Очень важно правильно сделать геометрию. То есть эта стена должна быть параллельно с этой. Здесь угол 90 градусов. И вот эти стены должны быть параллельны. То же самое и здесь. Вот эта стена должна быть параллельно этой. Если у вас стены будут развернуты, либо сходиться там в каком-то месте, то у вас уже здесь вылезут подрезки, и это будет некрасиво. Это нужно закладывать на этапе возведения перегородок и оштукатурения поверхности. Поэтому на первоначальном этапе думайте, как у вас будет сделана укладка часового покрытия, чтобы потом не браться за голову и не думать, что делать. То есть это все прорабатывается на этапе чернового ремонта. Вот такой ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!